добрый день друзья добрый день мы начинаем новый вид чего плейлиста подкастов еще чего-то назовите как хотите пока этому нет названия если вы нам поможете определиться с названием будет очень здорово но это суть суть новой нашей деятельности в том что мы будем размещать те видеоматериалы которые вы нам прислали по теме как инфодайвинг изменил вашу жизнь образец он кстати пришел на днях и он ну никак не планировался но он пришел и поэтому мы решили взять его образцом мы выложим под этим видео или вместе вот с этой нашей заставкой то как человек использовал приемы инфодайвинга и какие результаты случились его жизни в принципе если вы как-то использовали инфодайвинг для того чтобы поправиться для того чтобы зачать ребенка для того чтобы что-то у вас поменялось инфодайвинг изменил вашу жизнь изменил это не значит что он вам помог или что-то сделал за вас а может быть он вам навредил хрен его знает может и такое случится пока еще у нас такой практике не было но может вы будете первым кто пришлет и скажет инфодайвинг это какое-то непонятное что-то да но инфодайвинг только может изменить в худшую сторону тогда когда человек для человека норма это лежать и хрюкать да тогда для него худшая сторона это искренность и открытость захлебнуться в том чем ты лежишь и хрюкаешь но в любом случае инфодайвинг как-то изменил вашу жизнь у вас всегда с собой присутствует мобильный телефон неважно видео будет горизонтальным или вертикальным мы особо не заморачиваемся важно рассказать суть того что с вами произошло и каким боком это относится к инфодайвингу что вы применяли как вы это чувствовали и чем все завершилось то есть у истории есть начало у истории есть конец это может быть большая история когда было какое-то заболевание и вот проделан большой путь и она там пользовали техники и она ушла да а может быть коротковременная история вот у вас уже все летите вы со скалы и вдруг вы цепляетесь за сучок и этот сучок оказывается держит вас крепко этот сучок инфодайвинг мир не падаете вы не разбиваетесь то есть это ваши истории это ваше творчество замечу это ваша жизнь это ваше видение она поможет и нам видеть как вы видите инфодайвинг и чувствовать как вы чувствуете инфодайвинг и возможно что-то корректировать в работе это поможет и тем кто будет смотреть для кого-то это будет реклама и он будет готова чудо случилось вместо матроны московской матрона вошла в меня не не вменял того человек неважно что у вас творится в голове но важно что вы увидели в этом какую-то суть полезную для себя эти видео мы будем размещать вы их присылайте нам вы можете присылать прямо на мой номер в вайбере ватсапе но лучше в телеграме качество лучше плюс 375 29 699 47 38 либо же вы можете присылать напрямую в нашу техподдержку владимиру плюс 375 29 6 2 9 2 366 то есть два номера на любой номер вы можете воспользоваться прислать в телеграм ватсап вайбер вы можете прислать через google диск выложить еще какие-то любые варианты но мы с вами через мессенджеры обслужим обсудим как как мы это получим и у нас есть мысли интересные истории например однотипная история или там по какому-то профилю истории мы можем объединить в фильм и например прокомментировать так что же это было что происходило в это время в психике человека почему был получен результат то есть у нас есть желание углубиться и посмотреть те процессы которые происходили в человеке в моменты когда у него это получалось то есть это не просто набор видео для рекламы хотя это тоже имеет место быть уж понимаете если рассказывают положительную какую-то историю то это реклама для всех остальных кто чудо случилось да но это еще и анализ того что происходит в подсознании человека в этот момент потому что вот наверное этот момент именно нами и упускается потому что мы работаем когда сами мы в нем когда работает другой человек он как бы уже был либо до либо после да а вот момент когда вы на видеозаписи это все рассказываете вы будете проживать этот момент заново и вы будете той открытой книгой которую мы сможем исследовать изучать для того чтобы глубже понять те процессы которые проходят психики человека и таким образом мы хотим запустить такой флешмоб среди тех кто занимался инфодайвингом вот в те моменты когда вы используете нашу психотехническую базу когда вы меняете свое восприятие когда вы берете ответственность когда вспоминаете нет ответственность на мне бог во мне и так далее и двигаетесь в развитие через инфодайвинг так запишите видео до 10 минут с рассказом что было с рассказом чем закончилось и что вы при этом делали и это будет полезно и вам и нам спасибо ждем ваших видео образец прилагается здравствуйте захотелось поделиться с вами не так давно у меня произошла история и не одна так случилось я в ванне включила воду и как нормальная хозяйка забыла про это включила наушники стала слушать интересные подкасты инфодайвинга кухни инфодайвинга и готовить обед семье вспомнила когда услышала нехороший звук прилетаю ванна переполнена водой по щиколотку я естественно включаясь в эту тупую игру вычерпывание воды подключая быстренько мужик себе в помощь работаем наверное проходит минут десять-пятнадцать начинаю понимать что дело совсем плохо надо срочно создавать иначе соседи не заставить себя долго ждать стала создавать что соседи обнаружив протечку узнают что у меня и с пониманием относятся к этому мол ну всякое бывает ничего страшного прошло буквально минут пять максимум стук в двери муж естественно отрезая руки говорит это к тебе встречая гостей захлопывая двери спальни за собой понимая что делать нечего открываю двери на пороге стоят соседи причем не те которые подо мной а через этаж от меня говорят у нас там вода течет с потолка чего-то не знаете что такое у вас может тоже понимаю что никуда уже не деться честно говорю да это я виновата извините так получилось сейчас все убираю и они вдруг с облегчением вздыхают и говорят а ну тогда понятно просто соседа надо над нами дома не оказалось и мы сразу к вам пришли думаем ну мало ли что и извинившись за беспокойство удовлетворенные от значит ответом моим спокойно попрощавшись уходит муж ошарашенный выходит все слышал за дверями но промолчал на всякий для себя конечно я осознал о чем это мне и поработала с собой о возвращении ответственности в себя поблагодарила и закрыла эту историю муж к этой теме больше не возвращался но помог все убрать без нотации и вторая история не так давно тоже мы с сыном обратились к врачу ортодонту чтобы поставить брекеты сделали все возможные снимки и пришли на прием чтобы заключить договор а нам сообщают что благодаря снимкам выяснилось нехорошая штука и что простой врач ортодонт нам не поможет так как понадобится скорее всего операция на челюсть ломать отрезать и всякой хрень надо обращаться к гонотологу в москве а их не так много и по пальцам можно перечислить их и посоветовали врач посоветовала да нам опытного специалиста фамилию я конечно позвонила в клинику но к нему не так легко было попасть запись была сформирована уже на июль месяц нас поставили в лист ожидания на случай если освободиться место конечно меня это не устроило я поработала над этим я с благодарностью закрыла эту историю и создала что нас пригласили в мае гонотологу и он сказал что все ребенка хорошо никаких проблем он не видит и не понимая чего мы пришли к нему прошло около двух недель и нам звонят с приглашением прийти на прием так как появилось свободное место врачу естественно я согласилась так вот 9 мая гонотолог посмотрев сына моего сказал именно то что я проговорила выше что все хорошо и не понимаю чего к нему направили вот так бывает мы сами все создаем захотели играем нет тогда закрываем с благодарностью и создаем то что хотим прожить я уверена что такие ситуации в жизни случается у каждого не только у меня но вопрос хочет ли человек это осознать чтобы вернуть веру в себя и стать создателем своей реальности потому что бог не где-то там создающий а это мы не пора ли задуматься ну хотя бы задуматься